Здравствуйте! Это программа Диаблога Вечного, а я и ведущий Михаил Кириченко. Как всегда, мы говорим о том, что волнует каждого. Свидетельство тому огромное количество вопросов, суждений, а порой и острых дискуссий на сайте нашей программы. Вы видите в данный момент на своих экранах адрес моего блога. Задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, предлагайте темы для будущих передач. Делайте это в социальных сетях или прямо здесь, на нашей страничке в интернете. Как всегда, мы делаем с вами программу вместе. Еще недавно было принято считать, что инвалидами должны заниматься профессионалы. И этим людям не место в нашем обществе. И лишь в новом тысячелетии подход к людям, которым пришлось либо прийти в этот мир, либо стать инвалидами, существенно изменился. Как формируется общественное сознание по отношению к людям с физическими недостатками сегодня? Как помочь им реализовать себя, включиться в жизнь общества, почувствовать себя нужными? Сегодня мы говорим о проблемах социализации людей с ограниченными возможностями. Позвольте представить вам наших сегодняшних гостей. Это настоятель прихода Храма Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, дважды лауреат премии президента за духовное возрождение 1996 и 2015 годов, протеерей Игорь Коростелев и кандидат психологических наук, доцент-руководитель социальных мастерских прихода Храма Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, доцент БГПУ имени Максима Танка, лауреат премии президента за духовное возрождение 2015 года Марина Викторовна Кравцова. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы привести в начале нашей беседы некоторые цифры. По данным ООН, более миллиарда человек в мире имеют ту или иную форму инвалидности, а это каждый седьмой житель планеты, ни много ни мало. Более 100 миллионов инвалидов – это дети. 50% инвалидов не могут позволить себе услуги в области здравоохранения, и 155 стран подписали Конвенцию о правах инвалидов. Очень много вопросов от наших зрителей поступило о том, что даст нашей стране подписание Конвенции о правах инвалидов, что от этого изменится, и что вообще представляет собой эта Конвенция. Расскажите, пожалуйста. Если говорить о Конвенции защиты прав людей с ограниченными возможностями, то, конечно, хотелось бы посмотреть на этот документ не с юридической точки зрения, как на формальный юридический документ, а с точки зрения его значения и смысла. Скорее всего, он не понадобился, если бы мы говорили просто о общей культуре и о хорошем отношении друг к другу, человеческом отношении, потому что в этом документе закреплено право человека на труд, право человека на выбор места проживания, право человека на образование. И когда мы говорим о людях с ограниченными возможностями, то это те люди, которые имеют те же права, что и обычный нормальный ребенок, или обычные, скажем так, те же права, которые имеет ребенок, условно говоря, здоров, потому что, в принципе, понятие ограничения сегодня очень относительно. Каждый из нас с вами, каждого из нас можно назвать человеком с ограниченными возможностями, потому что идеально, стопроцентно здорового человека сегодня найти сложно. То есть у нас есть те или иные ограничения по зрению, по каким-то другим нарушениям состояния здоровья. Поэтому если посмотреть на этот документ, то, в принципе, он теоретически уравнивает права. Да, я хотел бы сказать, что, в принципе, вот этот документ, да, сама конвенция, она констатирует то, что в свое время апостол Павел сказал как раз, что перед лицом Божиим все равны. То есть весь вот этот большой документ, он говорит об одном, что каждый человек, где бы он ни родился, какой бы расы он ни был, в каком состоянии здоровья он бы ни был, он имеет равные перед Богом возможности. Для нас это уже как бы поддержка законодательная. Теперь мы уже где-то можем говорить вслух о том, что, может быть, у нас это неправильно делается или это неправильно делается. Мы подписали международный документ, по которому мы уже государство, а в принципе мы все граждане этого государства, мы гарантируем и должны работать для того, чтобы создать нормальные условия для каждого человека, для любого человека с любыми ограниченными возможностями. Вот Марина Викторовна правильно сказала. Найдите вы человека действительно стопроцентно без каких-то ограничений. Или смотрите, если мы возьмем, например, такую статью, как право человека в выборе места проживания. На сегодняшний день у нас очень большой процент людей с ограниченными возможностями проживает в закрытых психоневрологических интернатах. И многие говорят о том, что да, это абсолютно нормальная форма и совершенно неплохо, неплохие условия в интернате. Но одновременно с этим, если спросить любую маму, которая есть свой ребенок, готова ли она к тому, что ее ребенок сейчас будет проживать вот в такого рода интернате, скорее всего, что мама испугается этого будущего за своего ребенка. То есть ей хочется, чтобы ребенок жил, имел квартиру или какое-то более-менее отдельное жилье, чтобы он получил хорошее образование, чтобы у него была семья, чтобы этот человек, который мог ходить на работу, которая была бы ему интересна, где он был бы продуктивен. Вот когда мы поставим вопрос с этой точки зрения, у нас пропадает, в принципе, сомнение в том, правильно ли все то, что мы на сегодняшний день имеем. Да, конечно, сотрудники интернатов делают очень много. И сейчас не вопрос как бы о социальной политике, а скорее именно о конвенции, которая предполагает определенные позитивные изменения. По крайней мере, увидеть, наверное, в человеке с ограничениями именно человека, личность, могущего быть полезным членом общества, а не просто иждивенцем. То есть социально адаптированного. Как решать, начинать эти вопросы, кстати, интересуют очень многих наших зрителей и читателей блога. И вот хотелось бы зачитать несколько комментариев от таких людей. Вот Павел Лукин пишет, считаю, что нам не стоит зацикливаться на инклюзивном образовании, которое начинается где-то там в 15-16 лет, а в песочнице соединить детей, тогда все будет в порядке. Татьяна вторит ему, основная масса людей обычных совершенно не владеет знаниями и культурой поведения по отношению к инвалиду и ведут себя порой дико и бестактно. Изоляция инвалидов от общества привела к тому, что встреча с ними просто шок для многих. По тому проблему эту надо начинать решать со здоровых людей, с себя в первую очередь. Вот как убедить взрослых соединить детей в песочнице? И как вы считаете, как можно уменьшить эту пропасть между больным и здоровым человеком, между человеком с обычными возможностями и таковым с ограниченными? На сегодняшний день мы действительно скорее имеем два параллельных мира, именно параллельных, параллельно существующих друг к другу. То есть не пересекающихся? Не пересекающихся, да. То есть мир людей условно здоровых, подчеркиваю, условно здоровых, и мир людей, семей, где есть ребенок с ограниченными возможностями. Действительно, это пересечение возможно только тогда, когда эта проблема становится личной для нас. То есть когда в семье появляется ребенок с ограничениями, или в ближайшем семейном окружении появляется такой человек, и ты начинаешь узнавать этого человека. Если ставить вопрос о том, с чего начинать адаптацию, социальную адаптацию, вообще в принципе эту работу, то действительно, наверное, желание узнать новое. Потому что, в принципе, очень большое количество страхов в отношении людей с ограничениями, оно связано именно с незнанием того, кто этот человек, какой он, как он думает, как он чувствует этот мир, что ему нравится, чего он боится, о чем он мечтает. Если ты не начнешь общаться с этим человеком, с этим ребенком, ты никогда не узнаешь, какой он. Ну, я хочу дополнить, что действительно, вот, кстати, этот процесс, он очень длительный. Я переступил порог детского интерната в новинках, да, психонерологического. Это был, наверное, 90-91 год. 1990-1991 год. Тогда у нас при Кафедральном соборе было создано первое сестричество милосердия, и мы уже могли без сбора бумаг приходить в больницы и так далее. Вот мы пришли в интернат новинки. Так вот, ну, вот, это, кстати, тут же ответ на вопрос, почему в нашем приходе вдруг оказались вот эти мастерские, по какой причине, что нас заставило это сделать. Да, действительно, мы тогда с сестрами пришли туда и увидели вот этих ребят. Тогда это, мы знаем с вами из советского периода времени, что слепые, глухонемые, инвалиды-колясечники, они имели и свои клубы, у них свои предприятия были, и сейчас они тоже есть. А вот эта категория людей с умственными физическими ограничениями, она просто в интернаты, вот за стены. Там, я вот, когда пришел первый раз, стена с проволокой наверху и так далее, вот такое заведение. И мы увидели... Это консульма, то есть? Да, да, их просто изолировали, потому что они мешали вот этому социалистическому обществу, счастливому, значит, как-то не вписывались в этот... Имидж немножко, да. Да, подкачу, подкачу. И когда мы начали, их увидели, я их всех крестил, а вы знаете, что такое крещение, так каждому нужно подойти, мне четыре раза там, так далее. Это там более двухсот или триста человек подходило, потом мы литургии там служили, я всех причастил. Более того, отделение буйно помешанных, так, грубых, сейчас, это в то время говорилось. То есть это большие толстые решетки, вот мы подошли туда, и они хотели креститься, они хотели креститься сами. И мы туда зашли, было мне, конечно, страшно, но все сделано. Что самое интересное, вы знаете, сердце наше осталось там. Я потом начал преподавать для тех, кто условно могли, значит, учиться, обучаться, девочек и мальчик, мальчиков, ну, закон божий, вот. Все праздники мы приезжали, сначала мы концерты давали, потом они стали сами участвовать с нами в концертах, смешанный концерт, а потом они начали даже концерты давать и так далее. Вот так вот развивалось это, там гуманитарная помощь, вот эта помощь вся шла к ним. И вот тогда-то, это было, я еще раз повторяюсь, у меня на Притыцкого появилась в 92-м году только палатка, в которой мы начали служить. Когда я был назначен уже наставителем на новый приход, тогда и кафедральный собор. Первый раз вывез тогда группу мальчиков, а потом девочек в Минский кафедральный собор. Это был стресс. Первое. Для меня стресс какой? Я очень боялся, опасался, чтобы только припадка не было какого-то, понимаете? То есть мне сразу же тогда сказали бы, не нужно нам этих проблем. Люди, прямо я говорю, шарахнулись в стороны. Я еще боялся там, хотя предупреждал заранее, что я приду с этими ребятами в кафедральный собор, чтобы причастились священники. У нас сегодня есть священники, которые отрицательно относятся к тому, что в церковной жизни участвуют эти люди. Мы с этим много работы делаем для того, чтобы переломить даже у нас в церкви внутри вот такое отношение. И знаете, прошли спокойненько, они так вот за мной ручейком цекли, причащались все, ничего не было, никакой проблемы. И с тех пор, вот я начал вывозить их впервые тогда вот за стены, а потом, когда у нас уже палатка была поставлена, потом в палатку, но потом, когда у нас уже здание воскресной школы появилось, они стали появляться у нас как раз и в здании воскресной школы. И вот на сегодняшний день у нас никакой разницы между людьми, как бы нормальными, как можно сказать, условно, без ограничений и с ограничением у нас в приходе этого нет. То есть вот тут такой, я считаю, что это положительный момент нашей. И слушатель, да, абсолютно прав в том, что действительно 15-16 лет – это поздно. Если это будет происходить в раннем детстве, конечно, это всегда происходит легче. Когда ребенок маленький, он только познает мир, то есть он впервые знакомится с тем, что есть люди, которые имеют разные проявления, разные характеры. В этом случае, знаете, мы становимся более терпимыми к друг другу, более понимающими. И что очень важно, мы очень много сейчас говорим о необходимости нравственного развития ребенка, нравственного становления, духовного становления. И, конечно, как можно еще научиться милосердию или любви, заботе о другом человеке, как не тогда, когда в твоей ситуации есть рядом человек, который нуждается в этой заботе. Если мы действительно посмотрим на инклюзивные детские дошкольные группы, это удивительно приятное зрелище, потому что ты видишь, как маленький ребенок, мальчик 5 лет, он уже понимает, что эта девочка, она нуждается в нем, она нуждается в заботе. И он учится этой заботе. Опять-таки, любому родителю приятно будет, когда вырастет взрослый человек, рядом будет сильный молодой человек, который сможет оказать поддержку в старости. У которого в сердце сострадание. И общество наше будет более здоровым. Поэтому, когда мы говорим о том, что это дети, которые приносят скорее, являются скорее абузой для общества, это ошибка. Потому что это дети, которые оздоравливают наше общество, это дети, которые являются в каком-то смысле профессором, который учит нас любить. Мы сейчас посмотрим намного более доброе и достойное видео о ваших мастерских, которым, напомним, всем нашим зрителям в этом году исполнилось 20 лет. Да. Интенсивность труда гибко подстраивалась бы под каждого конкретного человека, попавшего в беду. Ведь в момент становления Беларуси как суверенного государства начался переход к новым стандартам в отношении этих людей. Ведь они на тот момент по старинке все еще имели статус нетрудоспособных. Даже несмотря на то, что многим из них очень хотелось где-нибудь себя применить. А ведь была еще и категория детей, о которых попросту говорили, что они и вовсе не обучаемы. Ваша деятельность отмечена наградой, очень высокой премией президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Безусловно, такое признание – это результат многолетнего кропотливого труда. И примите благодарность за него от меня лично, от всех моих коллег и не побоюсь от всех тех, кто нас сейчас смотрит. Хотелось бы узнать, с чего вы начинали, что изменилось со дня основания этих мастерских и на что сегодня ориентирована ваша работа? Ну я начну, наверное. Ну начали действительно с пробы. Вы знаете, одно дело, когда мы с интерната привозили ребят, другое дело, когда мы дерзнули все-таки организовать это у себя. Вот эти четыре человека, потом еще три человека пришли. Ситуация в чем была? Значит, это вот эти вот ребята, которые у нас в мастерских работают, это те, которых родители оставили у себя. То есть родился ребенок, моя кровь, и они оставили у себя, воспитывают у себя. А другие, как мы с вами знаем, два пути. А второй просто сдают в интернат, чтобы не отягощать свою как бы жизнь. Вот это категория людей. И, значит, если в интернате там что-то там, ну они где-то там присутствуют, а тут получается, что они живут в своей семье. Первое, что, вы знаете, что получилось интуитивно, но я думаю, что Господь это все это нам подсказал сделать. Первое, что мы тогда сделали, вот эти первые люди, мы поняли, что мы помогли семьям. То есть женщины обычно, мужчины часто не выдерживают, уходят, получили возможность работать. То есть они, они, потому что ребята, мы доглядели их, доглядываем каждый день. То есть они у нас, мало того, вы знаете, я сейчас немножко перебью эту тему, да. Ведь мы поставили цель какую. Есть такие, в общем-то, организации, обычно это родительские организации. Потому что вот Марина Викторовна правильно говорила, родители столкнулись с этой проблемой. Они друг с другом соединяются, начинают понимать, и появились эти прекрасные заведения, родительские организации, которые вот, они друг другу помогают. Ну там даже, вот их и называют дневного пребывания, но у нас по-другому. И даже говорят о трудотерапии. Вот даже трудотерапия, мы это слово не употребляем, у нас просто трудится. Вот сами ребята и родители говорят о том, что утром смотрят на часы, зазвенел звонок, папа, мама, сын, дочь с проблемами какими-то, да, они идут на работу, они приходят на работу. Действительно, хорошо было сказано о том, что вот эти ребята, которые у нас, ведь они по заключению наших, МРЭК нашего, они нетрудоспособны и необучаемы. И вот когда мы сейчас показываем вот эти великолепные изделия, что кажется, нужно просто много труда приложить, не один год. У нас работают по-настоящему, но цель мастерских – это развитие полноценной, личности, потому что у нас не только они трудятся. Обязательно занятия спортом. У нас прекрасный хор, его уже знают, этот хор. У нас театральная студия, которая даже на фестивале арт-театров участвовала даже, и так на ура там люди стояли, аплодировали и так далее. Поездки, мы обязательно это делаем. То есть вот эти по всей Беларуси, во все монастыри, наверное, мы уже проездили. Мы были за рубежом. Вот так у нас по интернету в Греции увидели, что такие церковные есть мастерские, и перед одной из епархий греческих там тоже такие же, ну, небольшая там группа, конечно, не такая большая, как у нас. И они у нас пребывали, эти ребята, наши там пребывали, вот эти контакты, которые развиваются. Потому что, вы знаете, я одно такое, вот к нам приезжают различные делегации, и только что была конференция в педагогическом университете, где были профессура, которая профессионально этим занимается. И там на конференции как раз мое выступление было совершенно простое. Я говорил просто о людях. И о том принципе, почему вот наши мастерские функционируют, и в общем-то, в принципе, мы считаем успешно. Успешно. Потому что самое главное для нас – это отношение к этим людям, это любовь. Я правильно понял, что у этих людей есть перспективы жизненные и потенциал? Так им интересно, конечно же есть, конечно есть. Знаете, если говорить о потенциале, однозначно да. Мы очень недооцениваем недра этих людей. Самый главный потенциал, вы знаете, у нас есть почему-то установка на то, что это люди, которые только требуют себе помощи, это люди, которые только хотят жить за чужой счет, это ошибочно. Это люди, которые хотят быть… То есть никакого иждивенческого настроения. Иждивенчество, оно появляется из-за нашего неправильного отношения к этим детям, из-за неправильного, из-за отторжения этих людей. То есть поневоле они становятся иждивенцами, их вгоняют в этот статус и в это состояние. Ни один человек с ограниченными возможностями не рождается иждивенцем. Он становится таким психологически, потому что если тебе с раннего детства говорят о том, что у тебя никогда ничего не получится, ты инвалид, ты не сможешь, то поневоле человек перестает верить в себя и… Ставить себе стеклянный потолок, как говорят. Абсолютно верно. Если же мы поддерживаем ребенка, ты сможешь, у тебя получится, мы ищем к нему подходы, мы и хотим, чтобы у него получилось. Неформально, а мы действительно любим его, и мы хотим, чтобы у него получилось. Потенциал становится очень неограниченным. И даже дети с тяжелыми нарушениями развития демонстрируют очень хороший результат. И в развитии, и в достижениях это всегда радует. Поэтому, и что самое главное, это люди, которые хотят быть нужными, хотят быть полезными. Вы знаете, у нас в мастерских самое нелюбимое время для наших сотрудников – это отпуск. Когда приближается время отпуска, они подходят и спрашивают, почему должен идти в отпуск, объясните. Уже через две недели они приходят и говорят о том, что я хотел бы поработать, дайте мне какую-то работу, я не хочу больше отдыхать. Поэтому мы говорим о том, что это люди, знаете, очень верные слова, которые сказал один из наших сотрудников. Бог дал мне руки. Если бы люди дали мне работу, я бы очень многое мог сделать. Это сказал человек с ограничениями. Спасибо большое. Хотелось бы задать вопрос от наших зрителей. Георгий пишет. 20 лет – это солидный возраст и богатый опыт. Возможно ли, на ваш взгляд, создание таких мастерских по всей Беларуси? Что посоветуете? Как можно инициировать такую практику? Куда обращаться? С чего начинать? Вы знаете, мы много лет еще назад, когда открывали не только сами производственные отделы, но и учебные отделы, мы надеялись, что такого рода мастерские, конечно, будут появляться. И все, что мы можем сделать со своей стороны, мы никому не отказываем ни в консультациях, ни в бесплатных семинарах обучающих. В ближайшее время мы ждем москвичей из одного из центров, которые хотели бы создать подобного рода мастерские. К нам приезжали из Литвы. Учатся из Польши? Да. У нас учатся, это удивительно. Не сомневаюсь. Для практики, для отмена обществ опытом. Поэтому мы проводим бесплатные лекции для вузов, для слушателей повышения квалификации из всех регионов республики. Мы открыты. Вот Марина Витальевна не говорит об этом, но хочу сказать об этом. Очень важно, что сейчас мы, как бы наши мастерские, они, в общем-то, органично вписываться стали в работу государственных учреждений образования. Ведь к нам очередь студентов, которые просятся на практику. То есть там, где есть факультеты социальных работников, которые учатся, вот, пожалуйста, у нас. А ведь, вы знаете, что, буквально 10 лет назад у нас была проблема. Вот ушел человек, например, из нашей столярной мастерской, и мы не могли найти никого. То есть никто не шел. А сейчас проблемы нет. Какие хорошие молодые люди с института приходят. И, вы знаете, есть, вот, я считаю, это важный момент, вот, роли мастерских. А когда приходишь, ну, я-то все тоже интернаты знаю, и атмосферу разную видел. Да, и, может быть, если вот такой молодой человек неожиданно окажется в такой ситуации, когда это большая комната с нехорошими запахами, там 50 человек и тому подобное, это страшно как-то так все, там атмосфера боли, боли и несчастья, да. И когда они попадают к нам, то оказывается, что можно сделать так, что там счастье будет. И никакой боли совершенно не ощущается. Спасибо вам большое еще раз за ваш благородный труд. К сожалению, время передачи наше заканчивается. И я напоминаю всем нашим зрителям о том, что сегодня у нас в гостях были настоятель прихода храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, дважды лауреат премии президента за духовное возрождение 1996 и 2015 годов, протоиерей Игорь Коростелев, и кандидат психологических наук, доцент, руководитель социальных мастерских приходов храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, доцент БГПУ имени Максима Танка, лауреат премии президента за духовное возрождение 2015 года, Марина Викторовна Кравцова. Это была программа Диаблога Вечном, и я ее ведущий Михаил Кириченко. Встретимся через неделю. Счастливо!